Всем привет, дорогие друзья! С вами First One, а это очередной выпуск, посвященный игре Железный Лёд ВКонтакте. Итак, друзья, у меня, как видите, сейчас много грибов. Дело в том, что у меня тут был сундучок, в котором я получил небольшую награду. И также спасибо администрации. В общем, меня поощрили, подарили 100 грибов за мои видео. Ну, в общем, будем как-то это использовать. Я бы мог уже сейчас приобрести нового викинга, да, вот этого купить за 20 грибов. Он неплохо бы дополнил нашу бригаду, он довольно-таки силён. Но я думаю, к чему торопиться? Со временем и он будет для нас лапой, и мы могли бы открыть новый остров и потратить наши грибы на что-нибудь более мощное. Я думаю, пока что мы и так справляемся, а вот производить какие-то замены лучше тогда, когда мы уже не сможем справляться с тем войском, которое у нас есть сейчас. Ну, а то мы можем слишком рано потратить все грибы, и потом нам будет тяжко. В общем, отправляемся. Наша задача в этом выпуске, наверное, пройти весь остров. Ну, может быть, не за весь выпуск, всё-таки на это можно потратить много времени. Итак, отправляемся в бой. Кстати, хотел ещё сказать, перед тем, как мы отправимся. У нас, видите, также в том сундуке мне достался новый артефакт. Это вот такой вот щит, который наносит урон тому врагу, который нападает на нашего героя. Неплохой урон, 20 урона возвращается, и это, по-моему, довольно прилично. К тому же мы можем его прокачать, и он будет наносить ещё больше урона. Ну ладно, отправляемся, посмотрим, как мы будем чувствовать себя в бою с новыми талисманами, ну и с прокачанными войсками. Так, как бы вас двоих ударить? Вообще, вот этот на первом плане, он не особо силён. Так, отлично, двоих ударили. И сейчас, если враг на нас нападёт, он потеряет своё здоровье из-за нашего щита. Так, остался один враг, но он где-то так далеко, я даже не знаю, как до него долететь. Ладно, давайте, так сказать, просто подойдём поближе. Отлично. Отправляемся дальше, наша следующая миссия, торговый пост. Так, все враги стоят в кучке, это хорошо, можно сразу, как минимум, двоих задеть. Так, тут нам мешают трупы врагов, но, может быть, если повезёт, всё-таки как-нибудь долетим. Не, не долетели, зато собрали сундук. Отлично, миссия пройдена, правда, всего лишь на две звезды. Что ж, друзья, отправляемся дальше, наша следующая миссия, фейерверк. Ну, думаю, от одного отскочим, другого всё-таки заденем. Да, двойной удар, сейчас этот парень умрёт от нашего щита. И тут мы имеем все шансы доехать до врага, не знаю, если не зацепимся за что-нибудь. Вот всё-таки нам помешали эти столбы деревянные. Так, ну, этим парнем тоже не знаю, что делать. Ладно, пускай просто отправится тут, покатается. Всё, миссия пройдена, только, правда, на две звезды. И то, а может и на одну. Не, всё-таки на две. Ну, наверное, для того, чтобы проходить эти миссии на три звезды, нужен более сильный герой. Так, здесь нам лужа мешается. Ну, не знаю, давайте забросим своего героя и, как повезёт, где выйдем. Или можно вот так, да, попробовать проехать. Так, тут всё в лужах, не знаешь, куда попадёт наш герой. Ну, ладно, пускай едет и будь что будет. Слушайте, а мы сейчас можем и проиграть такими темпами. Мы уже потеряли двух героев и... Нам ничто не мешает потерять сейчас последнего. Да, он выходит напрямую с врагом, у нас остаётся... Не, он ещё жив и у нас ещё есть скелет в запасе. Два скелета. Отлично, миссия пройдена, но всего лишь на одну звезду. Отправляемся дальше. У нас, правда, такими темпами скоро кончатся энергии. Двойной удар. Так, даже не знаю, что с тобой делать. Добить этого парня. Правда, там в яме неплохой урон можно получить. Или пытаться пробраться к тому. Правда, тут труп мешается. Ну, давайте просто тебя запуливаем. Подальше. Отлично, уровень пройден. Похоже, опять на одну звезду. И для следующей миссии у нас не хватает энергии. Ну что ж, подождём. Мы никуда не торопимся. Итак, друзья, мы восстановили свою энергию, и это значит, что мы можем продолжать выполнять новые задания. Итак, наше следующее задание — лагерь Тана. Так, куда ударить? Ну, наверное, сюда и будем бить. Я думаю, двоих застанем. Эх, нет. Всё-таки отскочили плохо. Надо было бить, как всегда, в нижний угол, и тогда всё было бы хорошо. Так, ты, парень, долетишь до врага? Должен долететь. Там был какой-то мешочек, и, похоже, я натолкнул на мешочек врага, и поэтому сам его не собрал. Ну, ладно, думаю, ничего страшного. Не думаю, что там было что-то особенно ценное. Мы получаем одну звезду, нам чуть-чуть не хватило до двух. Удваиваем награду и отправляемся дальше. Я думаю, при желании можно потом все эти миссии пройти заново, собрать больше звезд. Вот, например, на первом острове я раньше задание с боссом проходил максимум на две звезды, а позднее уже за кадром прошел его на три. Ну что ж, а мы отправляемся дальше. Миссия «Алтарь Локи». Так, тут такие ворота. Ну ладно, запульнем нашего парня. Встан врага. Двойной удар. Отлично. И если его сейчас кто-нибудь ударит, то сам поплатят со своим здоровьем. Так, ты заденешь врага или нет? Что-то думаю, что нет. Но может быть он сможет подтолкнуть нашего героя. Нет, не тут-то было. Так, и наш третий боец вот... Ну ладно, закидываем его туда же. Толку от этого мало, но зато все теперь рядом с врагами. Так, подтолкнем нашего. Даже не знаю, что тут сделать. Ну попробуем просто ударить и будь что будет. Ничего не будет. Отлично, проходим миссию. Получаем еще одного скелета. Может быть благодаря ему... Нет, все-таки двух звезд нам здесь не видать. Ну ладно, мы продвигаемся дальше. Нас от босса отделяет всего лишь две миссии. И одна из них это миссия столбы. Так, тут целая куча луж. Никогда не знаешь, где вылетят наши войска. Будем надеяться, что вылетят они в нужном месте. Да, вышло по-моему неплохо. Вот и сундук взяли. Так, ты парень, ну попробуй пролететь. Так, ну и теперь наш берсерк. Что? Залетай, а там будь что будет. Нет, только поранились. Теперь ходит скелет. Мы можем подтолкнуть врага на нашего героя. Отлично. Получаем еще одного скелета. И это позволяет нам получить дополнительный бонус за здоровье. Ведь здоровье каждого скелета тоже считается. И мы набрали две звезды. Даже могли бы и три набрать, если бы у нас были более толстые герои. Ладно, мы отправляемся дальше. Всего лишь одна миссия отделяет нас от битвы с боссом. Миссия Форд. Так, как будем действовать? Протолкнуть своего внутрь? Или попробовать... А, так это враг. Я думал это наш и закрывает нам путь. Но раз это враг, так дадим ему пинка. Так, ну не знаю. Вытолкни нашего через лужу. Может быть что-нибудь из этого выйдет. Вроде ничего хорошего не вышло. Только подставили. Так, у нас сейчас не самая лучшая позиция. Даже не знаю. Надо как-то закрывать нашего сильного бойца. Не, он сейчас нас ударит, да еще и обоих. Господи, он сейчас сам поранится. Ладно, сделаем небольшой слабенький удар. У нас всего лишь единица здоровья. Похоже, мы все-таки проиграли эту миссию. А ведь это еще даже не последняя миссия. После этого было бы сражение с героем. Так, ну что ж, мы сдаемся. И пробуем еще раз. Так, ладно, самое начало. Этого парня мы убиваем. Таким слабеньким ударом. Так, второго тоже убиваем. Начало уже гораздо лучше. Нас трое, а враг только один. Сейчас его попробуем толкнуть в тиски нашего героя. Отлично. У него почти не осталось здоровья, и он тратит свои последние жизни, ударившись об наш щит. Что-то не знаю. В этот раз мы и так легко справились с этим заданием, а вот в прошлый раз какие-то ошибки допускали. Итак, ну что ж, отлично. Финальная миссия. Бой с героем. Для нападения нужно 57 звезд. Так, мы то есть можем напасть либо за грибы, либо нам нужно 57 звезд. А сколько у нас сейчас звезд? Кто-нибудь нам скажет? Что-то не вижу нигде счетчика. Нужно 57. А сколько у нас? 3, 6, 9, 12. Господи. Тут запутаешься считать. Ну ладно, ребят. Думаю, тогда давайте будем проходить все заново. Но раз уж они так хотят, давайте, думаю, все-таки купим этого героя за 20 грибов. С ним нам будет проще. Сразу его прокачаем. Так, теперь у нас есть шаман максимальной прокачки. 135 здоровья, 113 урона. Ну это просто замечательно. Давайте оденем на него, наверное, вот этот свиток, который сделает его более сильным. О, кстати, а на него можно одеть сразу и свиток. И сразу, допустим, щит. Ну ладно, щит оставим для кого-нибудь другого. Например, для усиляйсона. Так, а ты, парень, пойдешь на первую позицию. Будешь первым бить в бою. После тебя будет усиляйсон, а уже потом обычникс. Ладно, и теперь посмотрим, каковы будут новые герои в действии. Давайте начнем проходить сначала те миссии, с которыми мы справились всего на одну звезду. Так, у нас, к сожалению, нет энергии. Ну ладно, подождем, подкопим и тогда продолжим. Ну что же, друзья, вот мы и восстановили нашу энергию. Не целиком, но на пару миссий хватит. Итак, миссия на одну медаль. Пробуем с новыми героями Засека. Или Засека. Наверное, все-таки Засека. Так, что ж, наш новый герой. Тут, правда, не самая удачная миссия. Не так уж легко подобраться вплотную. Кругом мешаются лужи. Ну, будем надеяться, что он поедет в нужном направлении. Итак, сразу же труп. Сразу же под нашим командованием новый скелет. И отправляем нашего второго героя. Так, к сожалению, лужи ему помешали. Тут кругом фейерверки рвутся. Но нам от этого не намного легче. Так, что мы сделаем с тобой? Может быть, скелета толкнуть вот туда, на врага? Попадем или нет? Ну ладно, попытка, как говорится, не пытка. Не совсем так, как хотели, но тем не менее, мы попали. Попробуем сейчас скелетом толкнуть врага на нашего нового героя. Он его должен неплохо ударить. Эх, все-таки слишком большой угол взяли. Что ж, очень жаль, могли бы закончить на ход и раньше. И в итоге, в итоге мы, наверное, все равно не наберем 3 звезды. Сыграли мы довольно-таки плохо, но хотя бы... Не, неужели, даже 2 звезд не берем? Что ж, это меня не очень радует. Давайте попробуем еще раз. Так, как бы так все-таки проломиться туда, к врагам? Вот, на этот раз, по-моему, еще хуже. Мы, конечно, тут знатные фейерверки устроили. Даже несколько врагов погибло. Наш герой почти умер. Так, давайте толкаем нашего героя на врага. Отлично. В этот раз, по-моему, получше. Хотя бы 2 звезды нам обеспечено. Но вот 3 мы все равно не набрали. Слишком много здоровья потеряли из-за фейерверков. И поэтому результат не самый лучший. Так, что ж, еще одна звезда у нас была в миссии мост. Мы сейчас маленько подкопим энергию и попробуем ее еще раз. Ну вот, друзья, и готово. У нас есть 20 энергий. И мы готовы улучшить наш результат. Добиться все-таки где-то 3, а то и 2 звезд. Ну, лучше все-таки 3. Миссия мост. Пробуем. Так, здесь, по крайней мере, все враги по прямой выстроены. То есть нам не нужно какие-то препятствия огибать, которые могут нам помешать. Эх, все-таки жаль. Только одного задели. Я надеялся сразу двоих. Это очень плохо. И скелет, который появился, он закрывает обзор нашему герою. Что ж, начало не самое лучшее. Вон, попробуем скелета толкнуть. Эх, чуть-чуть. Надо было все-таки рассчитывать так, чтобы загнать врага в тиски. Да, до двух звезд мы тут, похоже, все-таки не дотягиваем. Ну что же, друзья. Вот такой вот у нас не самый лучший результат. Но я думаю, за кадром я все-таки постараюсь пройти большинство миссий. И в следующих выпусках мы уже посмотрим, насколько мне это удалось. По крайней мере, я рассчитываю, что к следующему видео мы уже сможем сразиться с боссом. Ну а у меня на этом все. С вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok